Добрый вечер! Вы смотрите Оствест. Сегодня четверг, 14 марта. Меня зовут Валерия Добральская. Канцлер Германии Улавшольц и Владимир Зеленский созвонились. Президент Зеленский сообщил о последствиях недавних российских атак и поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, в частности за укрепление ПВО Украины. Федеральный канцлер подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Украиной перед лицом российской агрессии. Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами. Несколькими часами ранее Бундестаг отклонил резолюцию о поставках дальнобойных крылатых ракет Таурус Украине. 495 депутатов Бундестага проголосовали против, 190 – за. Вопрос о поставках Украине ракет Таурус вновь вынесли на голосование оппозиционная фракция ХДС, ХСС. В ноябре немецкий парламент уже обсуждал этот вопрос, и с тех пор распределение голосов изменилось лишь незначительно. Тогда за проголосовали 182 депутата, сегодня, напомню, 190. Против 479, сегодня 495, то есть на 16 больше. Пять воздержались. В этот раз воздержавшихся не было. Очевидно, ХДС рассчитывала на другое, так как в этот раз партийная дисциплина была отменена. Тоже по настоянию ХДС. Каждый депутат мог голосовать в соответствии со своей личной, а не партийной позицией. И ХДС ХСС наследелось на раскол и на то, что члены правительственной коалиции проголосуют за поставки. Ходатайство фракции АДГ было снято с сегодняшней повестки дня. В нем, кроме призывов не поставлять Таурус, также требовалось прекратить обучение украинских солдат ФРГ. Лидер ХДС Фридрих Мерц обвиняет канцлера Шольца в том, что тот играет на страхе жителей Германии перед войной. Граждане боятся вас. Граждане боятся вас, потому что их беспокоят, когда они слышат, что политики, принимающие решения, пытаются оценивать вопросы, касающиеся войны и мира, с помощью психологических категорий. Граждане боятся, когда благоразумие и осторожность оцениваются как нерешительность и трусость. В интервью телеканалу RTL Мерц заявил, что Шольц инсценирует себя как человек, который возьмет под контроль страх людей перед войной. Но это не внушает доверия. Мерц добавил, что для победы в войне необходимо оказывать Украине больше помощи. Лидер партии «Зеленых» Норипур высказался за рассмотрение возможности обмена с Великобританией. Это может развеять многие опасения, сказал он в эфире радио Deutschlandfunk. Он также подчеркнул, что Германия по-прежнему является самым важным сторонником Украины в Европе, поэтому внимание не должно быть сосредоточено на отдельных системах вооружений. Публицист и политолог Альбрехт фон Люк заявил в эфире радио Deutschlandfunk, что отказ канцлера поставлять Украине крылатые ракеты Taurus мотивирован в том числе и внутренней политикой. В некотором смысле СДПГ усиливает в обществе страх, который создает Путин. Страны ЕС после нескольких недель разногласий заключили соглашение о военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. Соглашение, подписанное послами в Брюсселе, позволит пополнить Европейский фонд мира еще пятью миллиардами евро до конца года. Для сравнения, одна только Германия выплатит Украине 7 миллиардов евро. Это помимо участия в фонде. Глава НАТО Йенс Столтенберг считает, что члены Альянса не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов, что позволило России отбросить киевские войска на нескольких позициях. Украинцев не иссякло мужество, у них заканчиваются боеприпасы. Вместе мы способны обеспечивать Украину всем необходимым. Нам нужно только проявить политическую волю, чтобы сделать это. Союзники по НАТО не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов. И последствия мы каждый день видим на поле боя. Тот факт, что русские способны ежедневно превосходить украинцев в вооружении является огромной проблемой. Это одна из причин, по которой русские смогли добиться некоторых успехов на поле боя в последние недели и месяцы. Более 7,5 миллионов сотрудников внутренне уже уволились. Согласно исследованию Gallup Engagement Index Germany, которое Институт изучения общественного мнения проводит ежегодно с 2001 года. Quiet quitting или тихое увольнение – это не увольнение в прямом смысле. Но такой подход к работе, при котором сотрудник отказывается выполнять больше необходимого минимума и, как говорится, вкладывать душу в свою работу. Решительное «нет», говорят сотрудники, когда их просят поработать сверхурочно или выполнить задания за коллег. Еще один неожиданный результат. Почти половина всех трудоустроенных в Германии – 45% – или активно ищут другую работу, или как минимум готовы сменить работодателя. Неудивительно, что еще никогда сотрудники не были так мало привязаны эмоционально к своим работодателям. Сейчас этот показатель на абсолютном минимуме с 2001 года. Каждый пятый говорит, что эмоционально никак не привязан к месту работы. И лишь 14% респондентов указали, что преданы своей компании. Согласно исследованию, внутренние увольнения стали настоящей экономической проблемой. Авторы исследования оценивают экономические потери, связанные с внутренним увольнением, в 130-170 млрд евро. Сотрудники, эмоционально уже покинувшие своего работодателя, чаще физически отсутствуют на работе. В 2023 году внутренне уволившиеся болели в среднем 9 дней, в то время как сотрудники с высокой степенью лояльности своему делу менее пяти дней. Глава исследования Марка Нинг считает плохое руководство фактором риска для корпоративного успеха. Тут повторяется тренд, который мы видим на государственном уровне. В то время как граждане Германии больше не верят в то, что правительство может успешно провести страну сквозь кризисы, сотрудники не считают, что руководство сможет успешно справиться с проблемами. Только 25% верят в то, что их начальники способны справиться с вызовами нашего времени. Однако, несмотря на продолжающийся кризис, сотрудники в Германии видят хорошие возможности для себя лично, в ситуации, которая для них благоприятна. В стране больше открытых вакансий, чем соискателей на них. Даже несмотря на то, что немало компаний сейчас сокращают рабочие места, это не меняет того факта, что потенциальных сотрудников слишком мало, и с каждым днем их становится все меньше, потому что поколение бэби-бумеров, это рожденные после войны с середины 40-х по середину 60-х, выходит сейчас на пенсию, говорит Нинг, это глава этого исследования. Экономическая стагнация сказывается на настроениях бизнесменов. Руководители кидают все силы на кризис-менеджмент и забывают об управлении людьми. Но одно не работает без другого, подводит итоги Нинг. Репрезентативное исследование проводилось в период с 20 ноября по 22 декабря 2023 года по телефону были опрошены полторы тысячи случайно выбранных сотрудников в возрасте от 18 лет и старше. Федеральный министр экономики Роберт Хабек раскритиковал участившиеся забастовки в Германии. «Слишком много забастовок и компаний направлены на то, чтобы работать все меньше и меньше», — сказал политик из партии «зеленых» в среду в Берлине. «Мы действительно не можем себе этого позволить, так как экономика Германии стагнирует, в стране не хватает рабочих сил». Роберт Хабек добавил, что сейчас в стране зарегистрировано более 700 тысяч открытых вакансий, но на самом деле их может быть до 2 миллионов. Проблема нехватки специалистов станет еще более острой при усилении экономического роста и старению общества, предостерегает министр экономики. Чтобы ее решить, необходимы финансовые стимулы для пожилых людей, чтобы они могли, а главное, хотели работать дольше. Работа нескольких немецких аэропортов в Берлине, Гамбурге и Штутгарте была приостановлена из-за забастовки сотрудников служб безопасности. Завтра забастовка продолжится, но уже в других аэропортах — в аэропортах Дрездена, Ганновера, Лейпцига и Дортмунда, а также Карлсруя, Баден-Баден. Забастовку объявили сотрудники служб безопасности, контроля персонала и товаров, контроля грузов и сервисных зон. Во всей Германии около 25 тысяч человек работают в сфере авиационной безопасности. Сейчас профсоюз в Верде ведет переговоры о повышении заработной платы, а также требует повышения надбавок и премий за сверхурочную работу. Как и работники железной дороги, которые бастовали на прошлой неделе. Редакция онлайн-издания НТВ подсчитала, что с начала нового 2024 года в Германии было всего лишь две недели, когда не было забастовок. Полиция зашла в тупик, расследуя убийство беженки из Украины. Около недели назад в небольшом городке Хокенхайм в Баден-Вюртенберге прохожий обнаружил на тротуаре тело молодой женщины. По информации полиции ей 27 лет. Она бежала в Германию из Украины после начала полномасштабного вторжения и вместе со своей матерью и месячным младенцем жила в общежитии для беженцев. Вскрытие показало, что украинка была убита. Сейчас полиция разыскивает ее мать Марину Стиценко, ей 51 год и маленькую дочку погибшей. Мать считают важным свидетелем преступления, но уже несколько недель нет никаких ее следов. Для расследования точных обстоятельств убийства и поиска пропавших была создана специальная комиссия. На данный момент это все, что известно. В Берлине новые расценки на нелегальный выброс мусора. Теперь штрафы драконовские, под вопросом лишь смогут ли городские власти добиться их взыскания и наказания виновных. Итак, тот, кто будет пойман на том, что выбрасывает в общественном месте окурки, одноразовые стаканчики или пластиковые пакеты, должен будет заплатить штраф в размере 250 евро вместо прежних 55. Тем, кто решит нелегально избавиться от двух и более килограммов, в случае поимки ждет штраф в 3000 евро. Ранее он составлял 100 евро. Штрафы за незаконную утилизацию крупногабаритного мусора были увеличены до 4 или 8 тысяч евро, в зависимости от количества и габаритов мусора. Ранее максимальный штраф составлял всего лишь 400 евро. По данным городской службы утилизации мусора самые замусоренные районы Берлина это Фридрихсхайн-Кройцберг и Нойкёльн, а самые чистые это Штеглиц-Целлендорф и Марцан-Хеллерсдорф. Повышение штрафов правильный сигнал, но с ним есть одна, правда, значительная проблема. Чаще всего нарушители действуют ночью, и поймать их с поличным почти невозможно. Кристиан Отмака из администрации района Нойкёльн называет несколько причин того, что в некоторых местах района вновь и вновь собираются буквально горы мусора. Он говорит о том, что у многих жителей района нет машины, на которой они могли бы вывезти крупногабаритный мусор, и многие выбирают самый легкий, с их точки зрения, путь утилизации. Просто выбросить свой мусор там, где его и так уже много. По словам Кристиана Отмаки, это порочный круг, потому что у жителей района создается впечатление, что так и надо поступать. Люди живут с девизом «кто-то точно уберет мой мусор за меня». Но жители Берлина могут бороться с загрязнением города. У городской службы по поддержанию общественного порядка Орднуксамт появилось электронное приложение, через которое вы можете сообщить о нелегальной свалке. Необходимо приложить фото и указать точное местоположение. Служба обещает реагировать в течение нескольких дней. А вот что делать, если вы сами городской житель без машины и хотите избавиться от крупногабаритного мусора, вроде старых книжных полок или офисного кресла? Для вас есть другой апп, он называется TipTap. Просто сфотографируйте свои крупногабаритные отходы и назначите цену за их вывоз. После этого с вами свяжется частный перевозчик, готовый вывезти мусор. А чтобы он снова не оказался на улице, перевозчик должен будет предоставить фотодоказательство, что довез все до свалки. Иначе денег он не получит. По сообщениям Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений. Военные силы России нанесли два ракетных и 64 авиационных удара. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Украинская правда пишет о том, что по данным украинской разведки, власти Белгородской области России будут проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев, которые сражаются на стороне ВСУ. Журналисты пишут о том, что разведка перехватила разговор жительницы России, в которой она говорит, что население города Грайворон эвакуирует. Прокремлевские телеграм-каналы сообщают, что диверсанты смогли прорваться в Белгородскую область в районе Козинки в Грайворонском районе. Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне ВСУ и по собственным сообщениям, прорвавший границу с Россией, объявил о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных с 9 вечера сегодняшнего дня до 7 утра 15 марта. Соответствующие населенные пункты указаны на опубликованной РДК-карте. Евросоюз делает шаги навстречу еще одной стране из Кавказского региона, на этот раз Армении. 504 члена Европарламента проголосовали за расширение сотрудничества между Брюсселем и Ереваном, 4 выступили против, 32 воздержались. Вот самые важные пункты голосования. Во-первых, Европарламент поддержит заявку Армении на статус кандидата на вступление в Евросоюз и ее постепенную интеграцию в единый рынок ЕС. Сейчас армянская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от России, на которую приходится около 35% внешней торговли. Во-вторых, Евросоюз намерен укреплять сотрудничество с Арменией в области обороны и выделить ей военную помощь через Европейский фонд мира. Сейчас Армения является членом ОДКБ, это военный союз нескольких постсоветских государств под руководством России, и в стране присутствуют российские военные. В Армении размещена военная база армии РФ, а российские пограничники несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границы и присутствуют в международном аэропорту в Ереване. Лишь двумя днями ранее премьер Никол Пашинян впервые открыто поставил под сомнение будущее Армении в ОДКБ, а глава армянского МИДа Рарат Мирзаян заявил, что Ереван проинформировал Россию о том, что больше не нуждается в российских пограничниках в столичном аэропорту. Сегодня республика Армения в состоянии самостоятельно обеспечивать пограничное обслуживание в аэропорту Звартноц, используя свои собственные институты. Выражая благодарность российской стороне, мы проинформировали ее об этом. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы российская страна посчитала вопрос решенным. Евродепутаты понимают, и это отражено в резолюции, что Москва может попытаться использовать против Еревана различные угрозы, чтобы наказать страну за независимый политический и стратегический выбор. В таком случае ЕС должен быть готов оказать оперативную помощь Армении, чтобы смягчить негативные последствия. Как будет выглядеть эта оперативная помощь, не поясняется. Прописано лишь, что ЕС следует быть готовым применить санкции в отношении лиц, которые, цитата, угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении. В целом ситуация выглядит для Армении полной рисками. Из несомненных преимуществ для страны ЕС готов начать обсуждение обведения безвизового режима для армян. Европоламент также выступает за возобновление переговоров между Ереваном и Баку с целью заключения мирного договора. Брюссель призывает Азербайджан начать диалог с карабахскими армянами, обеспечить их права, включая и право вернуться в свои дома и жить в безопасности и достойных условиях на территории Азербайджана. Как пишут авторы телеграм-канала Репортеры, само по себе принятие этой резолюции ничего не значит. Она не обязательно к исполнению. Поэтому сложившаяся ситуация выглядит патовой. Если Армения завтра же выйдет из российских интеграционных проектов, при всем их несовершенстве и токсичности, она останется совершенно одна. Наедине с Азербайджаном, а в худшем случае еще и с Россией. И достаточно взглянуть на нынешний кризис вокруг помощи Украине, чтобы понять лимиты ЕС. Расширение гарантий безопасности на Армению сейчас точно не в его планах. Конец цитата. Спасибо, что были с нами и смотрели новости. Я желаю вам хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова